Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события. Главное за неделю расскажут мои коллеги и я, Виктория Шарея. Коротко об основных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Радовать жителей будут десятки ярких светодинамических конструкций, гирлянд и подвесок. В Самаре стартует работа по украшению города. Еще вчера это занятие было под запретом, а сегодня становится поводом для проведения международных фестивалей. Граффити громко заявляет о себе в Самаре. Развить экономическое и культурное взаимодействие. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с послом Франции в России Пьером Леви. Они обсудили вопросы укрепления торгово-экономических связей, научного-гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия в сфере экологии. Подробнее в следующем сюжете. Для Самарской области Франция является одним из основных европейских торговых партнеров. Республика занимает 15 место в общем товарообороте региона. В области успешно работает 21 предприятие с участием французского капитала. Среди них и большие автоконцерны, фирмы по продаже автозапчастей, стройматериалов и продовольственные компании. На встрече с послом Франции в России Пьером Леви губернатор Дмитрий Азаров выразил надежду на расширение этого сотрудничества. На территории региона расположены особые экономические зоны, которые предполагают и особый преференциальный режим ведения бизнеса, в том числе значительные налоговые льготы, ну и льготы по таможнам режимам. Поэтому надеемся, что в дальнейшем мы будем принимать делегации бизнеса Франции, и они будут находить для себя возможности реализации проекта в Самарской области. Глава региона ожидает расширения культурного обмена между Самарской областью и Францией. Дмитрий Азаров рассказал о том, что сейчас творческие коллективы Самарского театра оперы и балета, театра студии «Грани» и театра «Марселя» работают над совместным проектом. Планируется, что это будет целая программа с участием артистов оперы, балета, драмы и живого оркестра. Премьерный показ запланирован на май следующего года, после чего спектакли будут проходить и во Франции. Посол республики оценил открытие филиала Третьяковской галереи в Самаре. У Франции большой опыт по децентрализации культуры, и в рамках партнерства Самарской области с регионом Шампань-Ардене есть очень много перспектив развития. Можно также наладить более тесный контакт с Музеем современного искусства в городе Мец. Мы готовы оказывать необходимую помощь. Губернатор выразил заинтересованность и в сотрудничестве в образовательной сфере. Примером положительного взаимодействия может являться формат образовательного проекта «Волга-Вуальдуаз», в который могут включиться колледжи Самары. Кроме того, рестораторы и ательеры области вышли с инициативой сотрудничества в сфере высшего образования, открытие филиала высшей школы гастрономии и института Поля Бакюза в Самаре. Пьер Леви выразил готовность оказать всю необходимую поддержку. Светлана Кудрявцева, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Впервые за два с половиной месяца в регионе зафиксировано снижение заболевания коронавируса. Об этом говорили на оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Он прошел в режиме видеоконференции под руководством губернатора Дмитрия Азарова. Какие решения были приняты в нашем сюжете? По словам руководителя Роспотребнадзора Светланы Архиповой, если позитивная динамика сохранится и на этой неделе, можно будет ослабить ограничительные меры. Сейчас 35% всех заболевших в Самаре, 19% в Тольятти. Отмечено увеличение числа случаев коронавируса среди детей до года, а также среди тех, кто старше 65 лет. По остальным возрастам зафиксировано снижение. Все семьи с детьми до года знают. В поликлинике участковые врачи детские работают. Но еще и еще раз, по всем таким темям, где маленькие детки. Инструкции, разъяснения, пояснения, как себя защитить, защитить ребенка, насколько опасны контакты. Что касается пожилых, то одна из причин их высокой заболеваемости – недостаточный уровень вакцинации. Губернатор распорядился усилить адресную и разъяснительную работу с этой возрастной группой жителей. Людям старше 65 лет нужно как можно быстрее сделать прививки, чтобы обезопасить себя от тяжелого течения болезней и осложнений. Здесь работу нужно организовывать во всех муниципалитетах. Центр составил обслуживание вам в помощь, но это в первую очередь. Подымовой обход, предложение, обзвон, просьба, приглашение и так далее. Период нерабочих дней, введенный в регионе на неделю раньше, чем по всей стране, замедлил распространение инфекции. За минувшую неделю снизилось и количество заболевших ОРВИ и вне больничной пневмонии. В целях профилактики продолжается вакцинация от гриппа. В область недавно поступили 260 тысяч доз вакцины. По словам министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, число амбулаторных пациентов снизилось. Сейчас в больницах лечатся 5272 человека. Свободный коечный фонд – почти 40%, что позволило медикам начать возвращать в штатный режим работы отделение Самарских горбольниц номер 8 и 10, медсанчасти номер 5. Для того, чтобы обеспечить безопасность пожилого поколения, транспортные карты тех, кто не прошел вакцинацию, блокируются. Глава региона отметил, что ему поступает много жалоб по процессу разблокировки. Совершенно не понимаю, почему мы не в состоянии организовать работу, когда эти транспортные карты индивидуально буквально с людьми отрабатываются. А не надо пенсионерам, ветеранам ехать в одну точку в Самаре. Не понимаю, в чем дело. Что касается беременных женщин, то в 2021 году заболевших коронавирусом среди них зафиксировано в три раза больше, чем годом ранее. Для профилактики COVID-19 им можно прививаться вакциной гам-ковид-вак на сроки после 22 недель беременности. На сегодня привито 17% беременных. В целом в регионе привито 73% от плана. Виктория Шарая, События. В Самаре расширяют сеть прививочных пунктов. В здании колледжа имени Нины Ляпиной открылся мобильный прививочный пункт. В нем работают сразу пять медицинских бригад. Получить вакцину на полевой 80 можно препаратом «Спутник Ви» в наличии оба компонента. Как прошел дебютный прививочный день в медицинском колледже узнала Гульфия Сафина. Не останавливая учебного процесса. Здесь обучают будущих медицинских сестер, лаборантов и стоматологических техников, акушеров и фармацевтов. А теперь и проводят вакцинацию от коронавирусной инфекции. В колледже имени Нины Ляпиной открыли мобильный прививочный пункт на пять медицинских бригад. До 29 декабря включительно мы будем работать в режиме ежедневно с 9 часов до 20, включая субботние и воскресные дни. На самом деле я думаю, что вот этот вопрос делать-не делать, он уже сегодня не актуален, потому что мы видим, что та заболеваемость, которая есть среди вакцинированных, она крайне низкая, а также случаи тяжелых заболеваний практически мы не наблюдаем. Темпы вакцинации в регионе необходимо наращивать. Такая задача поставлена оперативным штабом. И это несмотря на то, что уже привито 73% от плана. Первый компонент на сегодня получили более 1 483 000 самарцев. Повторно вакцинировались 133 372 жителя, то есть почти половина из тех, кому была показана ревакцинация. В период вот этой эпидемии нужно обязательно делать прививку. Это однозначно, потому что я уже убедился, так сказать, не на большом опыте. Знаю, у меня был приятель, он немножко постарше меня. Я ему говорил, прививайся. Да ну, зачем это, это не знакомо. А вот недавно сообщили, что 9 дней уже ему. Получить антивирус в медицинском колледже можно с помощью вакцины «Спутник Ви». Имея при себе паспорт, здесь можно пройти как первичную, так и повторную вакцинацию. В борьбе с пандемией будущим коллегам помогают и сами студенты колледжа имени Ляпиной. Решила принять участие в вакцинации населения. Прошла определенное обучение, потому что чувствую, что сейчас нехватка медиков. И чтобы не было такого большого столпотворения, здесь открыли пункт. И я решила, что я могу помочь. Приходит множество людей, зачастую на первую вакцину, также на ревакцинацию. Сказали, что им очень нравится, что участвуют именно студенты, что молодые люди, что очень приятно на нас смотреть. В регионе сегодня работает 173 стационарных прививочных кабинета. 10 из них открыты круглосуточно. Для повторной вакцинации официально подходят все российские вакцины от коронавируса. По рекомендациям медиков, прививаться от COVID-19 спутником ВИК можно и женщинам в положении, уже начиная с 22 недели беременности. Гульфия Сафина, События. Депутаты Самарской городской думы в первом чтении приняли проект бюджета Самары на 22 год и на плановый период 23 и 24 годов. Планируется, что казна будет бездефицитной. И доходы и расходы утверждены в сумме более 17 миллиардов рублей. Это без учета поступлений из вышестоящих бюджетов. Расходы сохранят социальную направленность. Подробнее в следующем сюжете. 17 миллиардов 372 миллиона 738 тысяч рублей. Такой планируется доходная часть самарского бюджета в 2022 году. Это налоги физических лиц, земельный налог, а также доходы от использования муниципального имущества. Доходная часть бюджета оказалась выше, чем депутаты планировали ранее. На 2023 год доходы утверждены в сумме более 18 миллиардов рублей, а в 2024 более 19,5 миллиардов. Эти цифры приняли самарские депутаты, рассматривая проект бюджета в первом чтении. Данный проект бюджета предусматривает средства, только собираемые на территории городского округа Самара. Пока в первом чтении он не учитывает средства вышестоящих бюджетов, а также безвозмездные поступления, которые традиционно у нас в течение года мы в бюджет получаем. Бюджет города планируется бездефицитным. Основная доля расходов, почти половина, приходится на социальную сферу. Это образование, социальные выплаты, культура и спорт. Еще треть бюджета направят на ремонт дорог, транспорт и жилищно-коммунальное хозяйство. Сегодня, наверное, как никогда сошлись все эти наши интересы. Сегодня есть серьезные программы, в первую очередь принятые правительством Российской Федерации и указами президента. Это и по строительству школ, дошкольных учреждений, по капитальному ремонту. Перед вторым чтением проект бюджета доработают в городской администрации с учетом поступивших предложений депутатов. Доработанный документ будет расширен и информация о дополнительной потребности в средствах. Так называемый лист ожидания. Это те задачи, решение которых будет профинансировано при наличии или высвобождении в бюджете необходимых средств. Также ожидается поддержка из вышестоящих бюджетов. В этом году Самарская казна таким образом пополнилась на 17,5 миллиардов рублей. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. До Нового года остался один месяц. В Стамаре стартовали работы по украшению города. Радовать жителей будут десятки ярких светодинамических конструкций, гирлянд и подвесок. Об этом шла речь на общегородской планерке под председательством главы Самары Елены Лапушкиной. Подробности в следующем сюжете. Яркие, световые, праздничные. К Новому году Самара засияет тысячами огней. В городе появится более 7 тысяч световых композиций. Это почти на 9% больше, чем в прошлом году. Засверкают парки, скверы, аллеи, общественные пространства и набережная. Только на улично-дорожной сети будет свыше 3000 объектов праздничного освещения. Об этом стало известно на совещании в администрации под председательством главы Самары Елены Лапушкиной. Настроение мы с вами должны создать. Не проводим массовых праздников, но хотя бы город должно украсить. У людей должно быть праздничное настроение. Работы по украшению города уже стартовали. С 8 ноября специалисты Самары Горсвет устанавливают светодиодные композиции, подвесы и гирлянды на стволах деревьев. Праздничным центром по-прежнему будет площадь Куйбышева. Однако новогоднее настроение создадут во всех уголках Самары. Это Крымская площадь, композиция дерева и фонтан. Сквер «30 лет Победы», композиция арка часы. Фонтан «Зима и брызги», склон на площади Славы. Композиция «Фонтан», колонна арочная, светящие шары, северное сияние. Четвертый – это сквер на пересечении Красноармейской и Чапаевской, светодиодный фонтан классика. Сквер «Лечников», в Курском районе композиция «Фонтан Феерия». Сквер «Аврора» на пересечении с аэродромной. Это композиция «Древо света». Проспект Кирова, аллея трудовой славы, композиция «Самолет» с летчиком. Яркая 16-метровая елка появится у Самарского филиала Третьяковской галереи. У Ледового дворца спорта – композиция коньки и шары. А на вертолетке в буквальном смысле засияют звезды. Включение праздничной иллюминации планируется в три этапа по мере монтажа световых конструкций в период с 29 ноября по 17 декабря. Ольга Хомракулова, Василий Колдашов. События. В Самаре подводят итоги всероссийского конкурса пятой очереди набережной реки Волги. На протяжении этой недели среди 30 уникальных архитектурных проектов экспертам придется выбрать самые подходящие по концепции и реализации варианты, чтобы в дальнейшем на основе одного или нескольких создать облик новой очереди набережной. Одним из первых конкурсные работы оценил вице-мэр Владимир Василенко. Подробнее расскажет Михаил Ермоленко. Уникальные архитектурные проекты и в каждом из них свое видение новой очереди набережной. В Самаре выбирают концепцию строительства уже пятой по счету. В конкурсе принимают участие творческие группы, архитекторы и урбанисты со всей страны. По этому поводу в Самарском доме архитектора открылась выставка. В экспозицию вошли 30 вариантов оформления нового общественного пространства. Из этих архитектурных проектов эксперты в течение недели выберут наиболее подходящее продолжение Самарской набережной. По результатам и подведению итогов этого конкурса, мы сразу же займемся вопросом подготовки технического задания, уже для реального проектирования, с учетом тех результатов конкурса и тех идей, которые будут признаны наиболее интересными и с точки зрения воплощения наиболее целесообразными. Главная задача новой очереди набережной – соединить уже существующие участки, тем самым создать сквозной проход, чтобы жители могли гулять здесь, не обходя бассейн ЦСК ВВС, Самарскую ГРЭС и здание управления Росгвардии. Конечно же, как и на других участках, на новом месте должна быть своя изюминка. Поэтому при планировании новой очереди эксперты особое внимание уделяют проектам, в которых активно используется растительность, в том числе деревья. На одном из участков будущей стройки они уже есть. Деревья на пляже – это вообще уникальное явление, которое я нигде не видел никогда. Только в Самаре есть эти самые фрагменты, когда вдруг деревья, огромные деревья стоят на пляже. Такого нигде не было. Поэтому вот эта идея могла бы дальше развиваться достаточно интересно. После того, как эксперты выберут подходящие архитектурные проекты, свой голос за лучшие из них смогут отдать и самарцы. Проголосовать можно будет как онлайн, так и на месте в самом Доме архитектора. Михаил Ермоленко, Сергей Баскин. События. Еще вчера это занятие было под запретом, а сегодня становится поводом для проведения международных фестивалей. Граффити громко заявляет о себе. С каждым днем Самара становится ярче. Свой след оставляют уличные художники. Но мало кто представляет себе изнанку такого искусства. Работа над эскизами крупных проектов может занять до месяца. И согласовывается с ведущими экспертами страны. Правда ли, что искусство начинается с улиц, выяснила Мария Левина. Их рисунки выходят за грани листа А4. А в качестве холста выступают стены домов и другие объекты. Стрит-арт или по-другому уличное искусство. Сегодня это часть декора, который все мы видим. Стоит только выйти из дома. Родиной стиля принято считать США. Как и все прекрасное, рождается стиль из-за любви. Существует легенда, что юноша, не зная, как произвести впечатление на девушку, написал о чувствах в авторской стилистике. За свое признание он даже попал за решетку. Ведь стрит-арт долгое время был под запретом. И только в 80-е граффити признается властями в Америке. Путь стрит-арта в России не так стремителен. Признания авторы только начинают получать. Денис Кандалин, больше известный под псевдонимом Вердиго, что называется в теме еще с 98-го. Я ездил по фестивалям, продвигая. Вот лично я посещал практически все крупные фестивали, которые проходили в России и странах зарубежья. Ценность уличного искусства, именно просто это сделано аэрозолю. Какими-то фасадными красками ничуть не хуже, чем написано на холсте маслом. Для меня это жизнь моя. И я практикую это, то есть провожу параллель с своей жизнью. И вся жизнь моя искусство. Меняется время, меняется и искусство. Муралы в тренде в разных городах России, в том числе и в Самаре. Один за другим масштабные изображения начали украшать фасады домов в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018. Продолжают появляться и сегодня. Если в мундиальный год они отличались спортивной тематикой, то сейчас за основу берется история. Одна из последних работ Дениса – мурал на фасаде дома на Новосадовой 22. Вместе с напарником всего за неделю они воссоздали образы Минина и Пожарского. Правда, перед этим пришлось пару недель поработать над эскизом. В обсуждениях активно участвовали историки из МГУ. Во внимание брали каждую деталь эскиза, чтобы избежать исторических неточностей. Если, к примеру, 10 лет назад простому обывателю сложно было назвать стрит-арт полноценным искусством, то сегодня с художниками заключают госконтракты. Им выдают денежные гранты, чтобы своим творчеством они делали город ярче. В качестве представления Данила решил ограничиться творческим ником – фугас. Граффити занимается в свободное от основной работы время. Говорит, так душа просит. Таким образом художник выражает себя и отдыхает. Работы есть разные, как и рисунки. Есть коммерческие заказы. Коммерческие заказы – там есть влияние мнения заказчика. Но мы все-таки стараемся как-то свои какие-то идеи продвигать, свою стилистику. Если заказ нас не устраивает по стилистике, мы чаще всего отказываемся. Потому что дело не в деньгах, а в желании реализовать крупные проекты. С каждым годом в Самаре появляется все больше тематических фестивалей. В город на Средней Волге приезжают уличные художники из разных уголков страны и мира. Участники местного профессионального комьюнити показывают им Самару, и так возникают творческие коллаборации. Прогуливаясь в отдаленных районах города, можно увидеть совместную работу самарских граффитистов и гостей, к примеру, из Италии. Ведь периферийные части города – это излюбленные места для творчества уличных художников. Улица становится музеем, а музей становится улицей. Мария Левина, Николай Епифанов, Константин Головин. События. Возле школы на нерегулируемом пешеходном переходе через улицу Клиническая сотрудники госавтоинспекции устроили рейд. Инспектор ГИБДД и мамы школьников проверили, знают ли учащиеся правила перехода проезжей части. Обо всем подробнее расскажут наши корреспонденты. Ученик школы номер 148 Андрей Бреднев каждый день добирается до учебного заведения самостоятельно. Его дом расположен в 10 минутах ходьбы на другой стороне дороги, поэтому ему ежедневно приходится ее пересекать. Этот переход не регулируется светофором, он отмечен только зеброй на асфальте, поэтому передвигаться по нему нужно внимательно, убедившись, что машины тебя пропускают. Для того, чтобы на месте объяснить детям, как правильно переходить через дорогу, мамы и папы школьников совместно с сотрудниками госавтоинспекции проводят родительские патрули. Администрация школы тоже не остается в стороне. У нас есть график совместно со службой дорожной патрульной службы. Мы на постоянной основе выходим, проводим эти акции в целях безопасности дорожного движения, в целях предотвращения травматизма, ну и в целях соблюдения правил дорожного движения. Два раза в месяц в утренние часы родители патрулируют ближайшие к школу пешеходные переходы, объясняют детям, как нужно переходить через дорогу. Иногда к ним присоединяются сотрудники ГИБДД. Детей, которые правильно пересекают проезжую часть по пешеходному переходу, награждают светоотражающими элементами. В зимнее время они особенно актуальны, так как делают детей заметными в сумерках. С нарушителями родители и инспектор проводят профилактическую беседу. Для любого ребенка, конечно, родитель является авторитетом. И родители личным примером показывают, как важно соблюдать правила дорожного движения. И вот такая постоянная профилактическая работа, она дает свои положительные результаты. За 10 месяцев этого года в Самаре зафиксировали 120 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали 129 несовершеннолетних. Один из них погиб. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года, количество ДТП с детьми снизилось на 22. Михаил Гермоленко, Никита Колосов, Григорий Плешаков. События. В Самаре наградили победителей фотоконкурса «Самарский взгляд». Участие в нем принимают фотохудожники из разных уголков России. Работы победителей вошли в экспозицию, часть которой уже можно увидеть в стенах областной библиотеки. Подробнее Мария Левина. Прожить несколько жизней за один день и везде уловить тот самый нужный момент. В профессию фотокорреспондента Алексей Белкин пришел 10 лет назад. Сейчас трудится в новостном издании, работает в Москве и Татарстане. Поделиться своими работами решил на серьезном в профессиональном комьюнити фотоконкурсе «Самарский взгляд» и взял гран-при. Нас же никогда не видно. Мы как бы все время стоим по другую сторону кадра. И хочется как бы в конкурсе помериться силами с другими своими еще более сильными коллегами. Конкурс «Самарский взгляд» задал мне новую планку и теперь я каждую съемку постараюсь сделать лучше. Больше полутора тысяч заявленных работ география фотохудожников охватывает всю Россию. Пандемия, связав в некотором роде руки, заставила взглянуть иначе на то, что рядом. Главная тема выставки – минимализм и шагающий с ним рядом оптимизм. Ведь смысл не в том, чтобы ждать, когда закончится непогода, а учиться гулять под дождем. Они были, есть и будут великие фотографы. Мы долгое время жили в самоизоляции, в мировой самоизоляции, в своем лагере социалистическом. Сейчас мы открылись, и у нас другая самоизоляция. Владимир Вяткин стал председателем конкурса, который на Самарской земле проходит уже в 12-й раз при поддержке Областного союза журналистов России. Победителей выбрали по семи номинациям – настроение города, события, природа и другие. Увидеть фотоработы можно на втором этаже областной библиотеки, а зимой в галерее «Новое пространство» откроют выставку, куда войдет еще больше работ участников конкурса. Мария Левина, Николай Сидоров, События. На этом наш выпуск завершен. Все наши новости читайте на официальном сайте Самары ГИС, в телеграм-канале и на страницах в социальных сетях. Всего вам доброго и отличных выходных! Субтитры создавал DimaTorzok